Молитвы 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 Живем легкой жизнью, не всегда. Есть времена трудностей, есть времена испытаний, есть времена борьбы, времена искушений, времена падений, времена взлетов. Но знаете что? Нам нужно точно верить, что мы в Боге. Во все времена нужно осознавать себя в присутствии Божьем. У человека есть такое понятие, как самоосознание. У любого другого творения в этом мире нет такого понятия, как самоосознание. Кто я? Самоосознание определяется тем, в чем или в ком я живу, на что я опираюсь, с кем я общаюсь, чем я окружен в своей жизни. И вот наше самоосознание должно быть построено на отношениях с Богом. Никак не по-другому. Если сегодня дьявол может нас запугать так, что у нас коллеги начинают груститься, то наше отношение с Богом нуждается в коррекции. Если мы что-то потеряли и уже боимся завтрашнего дня, то нам нужно корректировать отношения с Богом. Если у нас постигла болезнь, и мы уже боимся, переживаем, нам нужно корректировать отношения с Богом. Страх не имеет места в жизни людей веры. Аллалюя! Страх не должен иметь места в жизни людей веры. Мы идем в будущее не со своей силой. Писание учит нас, что не воинством и не силой. Но духом моим, говорит Господь, мы побеждаем силой Духа Божьего, силой Слова Божьего, силой крови Христа. Аминь! И сегодня тот день, когда мы, как духовные служители этой церкви, как пресвитеры, как пасторы, мы помолимся, просто поведем вас в молитве. Мы просто согласились, чтобы как бы было более организовано. Мы взяли несколько сфер жизни нашей церкви. Это духовная сфера, материальная сфера, семейное, здоровье. То есть мы помолимся в этой сфере и благословим. Мы потратим на это несколько минут времени. Знаете, но мы забьем духовный гвоздь, духовный мир. Там, где начнет развиваться то, во что мы верим. Аминь! Нам нужно четко понимать, что без молитвы в будущее, это как копье, которое мы бросаем, многие вещи не произойдут. Потому что сначала идет вера, потом идет молитва. А за молитвой идет наша и плоть, и душа, и наша жизнь. Аминь! Поэтому сейчас открой свое сердце, чтобы помолиться. Я просто начну, потом постановит закончить. Передавай микрофон, мы помолимся за все эти сферы. Но принимайте так себе с верой, провозглашая, утверждаясь в том, что это тебе принадлежит. Аминь! Потому что мы дети Божьи. Нам принадлежат усыновление и обетование, данные Аврааму и семени его. Потому что мы есть люди веры, а значит семя Авраама по вере. Аминь! Это Писание, которое дает нам основания утверждать сегодня, называть несуществующее, как существующее. Жить победоносной жизнью, идти в будущее без страха и сомнения, зная, что Господь Бог с нами. Скажи, мой Бог со мной, Он со меня. И я буду побеждать каждый день своей жизни. Подними свои руки, возвы свой голос, молись духом и соглашайся в этих молитвах. Отец, мы сегодня, вступая в 2018 год, в согласии, в молитве согласия, молимся о нашей духовной жизни. Я молюсь сегодня, Господь, чтобы Твои дети пережили обновление в отношениях с Тобой. Чтобы Дух Святой стал нашим лучшим другом. Каждый день, каждое утро начинать свой день сообщение с Тобой, с Твоим словом. Наполняйсь Твоей жизнью, наполняйсь Твоим хлебом жизни, наполняйсь Твоей живой водой. Я молюсь, я Боже, благослови каждого брата и сестру на этом месте. Чтобы наша духовная жизнь поднялась на качество, на новый уровень. Чтобы мы, Господь, каждый день переживали Твое святое присутствие, посвящение Твоего огня. Чтобы наша духовная жизнь не терпела краха, не терпела поражения. Но чтобы мы поднимались все больше и больше. И с верой в веру, и с славой в славу, и с силой в силу. Во имя Иисуса Христа я благословляю церковь Эммануил. Я благословляю всех, кто смотрит нас онлайн. Я благословляю этих людей. И я провозглашаю, что в вашу жизнь приходит духовный прорыв. То, что раньше было закрыто, открывается. Во имя Иисуса Христа Дух Святой начинает действовать в вашей жизни по-особенному на новом уровне. Во имя Иисуса начинает восхождаться дары Духа Святого. Во имя Иисуса Христа твои духовные глаза, духовные уши открываются. Во имя Иисуса, чтобы слышать, чтобы видеть, как Иисус говорил, имеющий ухо, да слышит, что Дух говорит в церкви. Во имя Иисуса Христа скажи мне это. Аминь. Аллилуйя, Иисус, слава Тебе. И мы сегодня, Господь, молимся о наших семьях. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь, за то, что Ты глава в наших семьях. Мы благодарим Тебя за то, что в наших семьях мир, радость, любовь. Господь, Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты глава. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, за то, что наши дети, они знают Тебя. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь, за то, что между мужем и женой есть взаимоотношения. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь, за то, что наши мужья, наши жены, которые еще не знают Тебя. Мы в этом году, мы увидим, Отец, как они вместе, своей духовной семьей, они прославляют Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь, за наших детей, которые еще не с нами. Мы утверждаем, что Твои дети, они знают Тебя. Это Твои дети, это не наши, Господь. И мы можем только то, что мы можем. Но мы просим Тебя, Отец, сегодня, Боже, не злейся в своих силе и славе. На наши семьи, да познают Господь, наши мужья, которые не знают Тебя. Тебя, наши жены познают Тебя, наши дети познают Тебя во имя Иисуса Христа. Мы благодарим Тебя, драгоценный Господь, за то, что в нашей семье Божьей рождаются новые семьи. Мы благодарим Тебя, драгоценный Дух Святой, за то, что Ты сегодня Господин в нашей духовной семье. Это Божья семья, и мы сегодня благословляем. Мы благословляем также наш город, мы благословляем нашу страну. Мы говорим семейные ценности в нашей стране во имя Иисуса Христа. И пусть победа Твоя, Господь, восторжествует сегодня от нашей церкви до Украины во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя, Господь, мы славим Тебя, Отец. Мы превозносим Твое святое имя. Я буду молиться за сферу исцеления, и я хочу помолиться в двух направлениях. И первое направление это то, что каждый из нас, мы должны быть здоровы в теле Христа. Нам принадлежит исцеление. Я хочу помолиться местом из Писания, которое мне Бог дал, когда я лежала в больнице, и которое реально подняло меня это место Писания, подняло во мне веру, подняло во мне дух, чтобы верить, чтобы провозглашать исцеление. И Слово Божье говорит, что много скорбей у праведного. Но, следующая часть, но от всех их избавит Господь. Послушай, много скорбей, но от всех их, от всех скорбей, от всех скорбей, от всех скорбей избавит Господь. Отец, я сегодня молю Тебя, Боже мой, славлю Тебя, Господь, и я провозглашаю, Отец, 2018 год, год полного исцеления в наших телах во имя Иисуса Христа, год полного восстановления во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Господь, что на территории церкви Иммануил нет полящих, Отец, во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю совершенное здоровье в наших телах, Отец, во имя Иисуса Христа. И это не будет просто какое-то немножко исцеления, чуть-чуть, чуть-чуть как бы под лапичить, под рыхтуваты, но я провозглашаю сегодня, что это будет полное восстановление. Я провозглашаю сегодня, что здоровье лучше будет, чем до того, как ты заболел, до того, как ты здоровье будет лучше после исцеления во имя Иисуса. Я также провозглашаю обновление органов во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, что там, где нет сегодня органов, появляются новые во имя Иисуса Христа. Провозглашаю 2018 год, год чудотворения во имя Иисуса Христа. Слава тебе, Господь! Мы принимаем сегодня, и мы идем в полное исцеление, полное выздоровление, когда наше здоровье, которое было до болезни, оно будет намного лучше после болезни, чем было до этого во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю, Господь, что на территории Твоего Царства нет болящих, на территории Твоего Царства нет больных. И также я хочу помолиться за вторую часть. Бог помазал наши руки. Посмотри сейчас на свои руки, посмотри на них. Бог помазал твои руки, возлагать их на больных, чтобы они были здоровы. Это наша участь, это наше благословение, это наше призвание возлагать руки на больных и опустошать больницы нашего города. Давайте согласимся сегодня, что в 2018 год мы начнем опустошать все больницы нашего города, потому что люди, они будут выздоравливать во имя Иисуса Христа. Господь, мы поднимаем сегодня свои руки, и мы верим в Твое Слово, которое говорит, что Ты помазал нас. Господь, что Ты помазал нас возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы, Отец. И я благодарю Тебя, что это помазание есть на Твоей Церкви. И я провозглашаю сегодня 2018 год. Год, когда мы начнем опустошать больницы нашего города. Во имя Иисуса Христа провозглашаю это сегодня, Боже. Всем сердцем верим, Господь, что деяния апостолов, они сегодня, в наше время, во имя Иисуса Христа. И мы провозглашаем, Господь, и говорим, что люди будут слышать Евангелие. Мы будем возлагать на них руки, и они будут здоровыми. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Друзья, Слово Божье говорит, что Иисус, будучи богат, во-первых, Он никогда не был бедным. Он, будучи богат и духовно, и душевно, и физически, и материальные средства, которые были вокруг Него, друзья, Он был богат всем. Но Слово Божье говорит, что Он обнищал ради нас, чтобы мы обогатились Его обнищанием. Друзья мои, это как семя, которое было посеяно. И Иисус знал, что мы будем богатыми, но не жадными. Мы будем богатыми, чтобы провозглашать силы Его Царства. Наслаждать Его Царство на этой земле. И через финансовые сферы нашей жизни мы будем являть славу Иисуса Христа. Друзья мои, я не знаю, как вы, но я верю в чудеса в финансовой сфере. Я верю, когда Бог силен в финансовой сфере, являть свою славу. И показывать, насколько Он велик, потому что Он благословил нас в Абраме. Вы готовы к финансовым чудесам? Скажите мне. Вы готовы это принимать? Давайте будем молиться и принимать. И принимать. Господь, мы прямо сейчас в этой молитве соглашаемся за финансовую сферу. И мы благодарим Тебя, что мы входим в этот 2018 год с новым видением, откровениями в Твоей силе и Твоей славе. И Ты сказал, что Абраму, благословляя, благословлю Тебя и умножая, умножу потомство Твое. Потому что в Твоем семени есть потенциал благословения, умножения. И я молю Тебя сегодня о каждом, в этом новом году, кто сеял свои семена. И даже когда были трудные времена, когда люди с верой несли, отдавали последнее во имя Иисуса. Я провозглашаю, что каждое семя, оно в умножении, приносит благословение. Мы вне процветания Твоего народа, силы Твоего царства. Когда финансы служат телу Христа, служат этому миру. Когда сегодня самые огромные, мощные проекты спасения людей. Они оплачены, когда сегодня нужды служений Церкви, Твоего народа. Они оплачены, потому что для Тебя нет ничего невозможного. И мы благодарим Тебя, что Ты открываешь небо и сливаешь благословения. Ты открыл дверь чудес. И сегодня мы с верой провозглашаем этот год финансовых чудес. Во имя Иисуса каждое семя приносит много врожая. Во имя Иисуса мы верим в Господь, что в этом новом 2018 году будет искореняться жадность. Во имя Иисуса, Дух Мамоны, убираешься прочь. Во имя Иисуса Христа мы разрушаем дух нищеты. Во имя Иисуса мы провозглашаем благословение и жизнь. Мышление людей не сменятся. Они богаты на всякое доброе дело. И мы провозглашаем, что каждый богат на всякое доброе дело. И также, Господь, я молю сейчас и благословляю каждого, кто сегодня принял решение продвигаться в сфере бизнеса, кто сегодня имеет частное дело, кто сегодня идет дальше, чтобы видеть Твою славу. Я прошу Твоего благословения. Я высвобождаю, я провозглашаю. Я говорю, что бизнес будет подниматься, умножаться, расширяться. Больше Божьей славы, больше движения, большие потоки. Канал расширяется. Во имя Иисуса для сфер финансового влияния мы высвобождаем силу Твоего Царства и Твое благословение. Поднимись сегодня Твой народ, который своими финансами служит Тебе. Мы провозглашаем Твое благословение. Во имя Иисуса и чудеса будут сопровождать каждое действие. Во имя Иисуса Христа. Господь помажь сегодня в освобождении Твоего финансов силой Твоего Духа Святого, дабы каждый в сфере финансов мог служить в силе Святого Духа, видя чудеса Твои. Потому что Ты знаешь, где брать, что брать, где есть все необходимое. И мы благодарим Тебя, прославляем Тебя, и благословляем этот 2018 год финансового просветания для Твоего Царства. Спасибо Тебе, Господь. И мы сейчас также в этой молитве мы соглашаемся за молодое поколение. Мы соглашаемся и сегодня провозглашаем, высвобождаем и провозглашаем 2018 год. Это год воссоединения поколений. И мы сегодня провозглашаем, что и юноши, и старцы, и подростки, и люди среднего возраста, они вместе служат Тебе и прославляют Тебя. И мы сегодня провозглашаем, что в этом 2018 году наше поколение усилится для действия силы Твоего Духа Святого. И Царство Дьявола разрушается, потому что Царство нашего Господа возвышается в этой земле через Твой народ, через единую Церковь. И мы благословляем этот 2018 год. Мы благословляем молодые поколения, которые следуют за нами. Мы благословляем поколения, которые продолжают идти вперед. И мы сегодня провозглашаем, что каждое поколение богато Твоей силой, Твоей славой и служит в Ти, в огне Святого Духа, Тебе и людям. Во имя Иисуса, благословение Твое на этот год. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа. Аминь. Скажи, я принимаю, я принимаю, Господь. Мы принимаем Иисус, мы принимаем Твои благословения. Слава Тебе! Аллилуйя! Аллилуйя! Боже, слава Господа, Он достоин! Аллилуйя! Церковь, нам нужно научиться до получения результата уже радоваться. Знаете, если кто-нибудь из вас когда-нибудь видел, как сражения идут на полях и на открытых площадях, если кто-нибудь из вас считал историю об Израиле, когда филистимляне стали против Израиля, я там считаю такой интересный факт, что каждый день полк филистимский выходил против Израиля и кричал. А потом уходил. Израиль тоже выходил на поле и кричал. Потом уходил. Такое ощущение, что у них был конкурс, кто перекричит кого. На самом деле, это был не конкурс, это было утверждение в своей победе до того, как они увидят победу. И в итоге Израиль победил. Они, наверное, громче кричали. Знаете, почему он победил? Потому что Господь стоял за этим криком, криком победы до того, как ты получил. потому называется в Писании, что Бог называющий несуществующие, как существующие. И Он дал нам это основание для веры. Он говорит, вы можете называть несуществующие, как существующие. И до получения уже торжествовать, как будто ты уже получил. Поэтому дай Богу большую славу, как ты уже получил ожидаемое, получил просимое, получил во что ты веришь. Халлилуйя! Халлилуйя! Ах, нет! Слава Господом!